МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Человеку надо сало, чтобы искал и находил, чтобы имелось два начала, друг один и враг один". Именно такие строки мог бы написать Роберт Рождественский, если бы был уроженцем этой страны. Украина на наш вкус. А наше пасхальное блюдо сегодня мы приготовим в уютной кулинарной школе Тартен Кухня. Приходите, учитесь готовить, удивляйте своих близких и наслаждайтесь кулинарией. Именно Украина дает нам возможность начинать любую ссору творчески. Тыжмене пидманула, тыжмене пидвела. А я, Евгений Булко, сегодня попробую рассказать и о других подарках этой чудесной страны. Сегодня отмечаем Пасху. А значит, приготовим праздничное блюдо и обязательно сыграем в битки. Но прежде поделимся секретом выбора куриных яиц. Также познакомимся ближе с украинской культурой вышивки и расскажем о традиционной символике. Не обойдется и без новых впечатлений. Отправимся в путешествие по любимым городам соседки. Узнаем, чем по-настоящему гордятся украинцы и расскажем факты, о которых вы, может, и не слышали. Попробуем объяснить удивительную музыкальность нации и, конечно, споем популярную композицию под живой аккомпанемент. Украинский язык считается одним из самых мелодичных в мире. И если на шумном рынке вдруг включить свет и музыку, то получится отличный концерт. Чем еще могут похвастаться наши соседи, узнаем прямо сейчас. Ландшафты Украины крайне разнообразны. Именно там можно увидеть такое явление, как «Поющие пески». Я, кажется, знаю, кто поедет от Беларуси на Евровидение в следующем году. А вот сможет ли исполнить хоть один из хитов «Поющих песков» наш следующий гость? Ну, убедимся уже через несколько секунд. Игорь Юрьевич Кизим родился в Харькове. Окончил факультет международных отношений Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. Начал работу в системе Министерства иностранных дел в 1995 году. Работал во Франции, Нигерии, Канаде, Великобритании. В феврале 2017 назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь. Здравствуйте! Здоровенькие булы, Игорь Юрьевич, Христос Воскрес, конечно. Поистинно Воскрес. Как вы встречаете этот светлый праздник Пасхи? По-разному. Главное, что дождаться утром, разговориться, как говорят у нас. Все мы знаем, что это светлый праздник Пасхи наступает после постов. Кто постуется, кто нет, но все все равно ждут этого святого вечера, чтобы прийти в церковь. Значит, окропить. С семьей ходите в церковь? Как получается, когда сам, когда с семьей. Стараемся, конечно, быть всей семьей, но детей сейчас все труднее и труднее стало, в общем-то, с утра в церковь. И с тех, скажем так, потом приходится больше самим. Ну, вообще-то, на традиции они все по-разному воспринимаются народом. Можно и в душе это все пережить, правда же, да? Так, что же будем готовить? Ну, мы так, знаете, честно скажу, что у нас... Яйца уже сварили. Да, мы тут уже кое-что приготовили заранее. Ну, во-первых, я хотел еще сказать, что пасхальные у нас яйца тоже есть, они покрашены уже были. Это своя технология покрашенный яйц. Но мы еще принесли с собой и сувениры некоторые, это настоящие. А вот это вот настоящие, которые пысанки, которые делаются, называется в Украине пысанка. Я не знаю, у вас есть, наверное, специальная программа, можно посвятить, как это делается. Настоящее оригинальное яйцо, просто покрашенное. Есть и не деревянные, делаются всякие для крушения. Вот, все здесь, все представлено. То есть, фактически в каждом орнаменте свое. Ну, и вот традиционные, яйца Фаберже, но мы тоже принесли сегодня. Традиционно, кроме яиц, в это время, в этот день все делают пасху, да? Так. Готовим традиционную пасху, да? Мы сделаем то, что будет... Нет, и сам традиционная, это творожная пасха и сырная, как у нас называют. Потому что творог, по-кранитски будет сыр. Ну, а для того, чтобы во время приготовления настоящей традиционной сырной пасхи не получился киевский торт, нужно правильно подобрать продукты. И поможет нам в этом Марина Ильяшевич. Доброе утро! Сегодня мы будем выбирать куриные яйца. Продукт, присутствующий в меню практически каждого человека. О выборе и хранении далее в программе. Разводить кур люди начали около 10 тысяч лет назад. Предположительно, в Юго-Восточной Азии и Китае. Скорлупа может быть белой цвета топленого молока или коричневой. Но это никак не влияет на питательные свойства продукта. Размер куриного яйца зависит от нескольких факторов. Возраст птицы, употребляемая ею корма, порода курицы и условия содержания. И мой совет. Посмотрите на скорлупу. У свежего продукта она должна быть матовой, а старости говорит глянец. Ну а к нашему блюду я выбираю творог, сметану и яйца. На Пасху готовят крашеные и расписные яйца. Издревле считалось, что это символ добра и здоровья. Мы желаем мира и процветания дому. Поздравляем мы вас с праздником Пасхи. Вот то, что я говорил сделать, что надо все-таки жирный творог был, он должен быть заранее протерт через сито. Но поскольку сито у нас нет, а творожная масса рассыпчатая получается, это лучше не делать. Для того, чтобы этого не было, значит, ну есть всякие хитрости, кто как делает. Сегодня мы с помощью хитрости выясняем, как же все-таки приготовить настоящую сырную Пасху по-украински. По-посольски, скажем так, что посол делай, да, по-посольски, да. Я вам предлагаю поговорить вот о чем. Вы же не из Киева, вы же из Харькова родом, да? Ну, если так говорить, где я родился, то в Харькове, да. А прожил в Харькове где-то 6 месяцев первой моей жизни. Ага, то есть знаменитый рецепт котлеты по-харьковски и торта по-харьковски вы нам не родились. Ближе по-харьковски, да. Котлеты по-харьковски мне ближе, скажем так. Вот куда бы вы пригласили... Вас? Меня, да, вот 5 мест в Киеве. Куда бы вы... А, в Киеве, я думаю, в Беларуси. Меня пригласили. А, в Киеве. Ну, я поплатил бы на Подол, на Андреевский спуск, на Аболонь, на Троещину и на Печерске. Вот, к сожалению, ни одного места, которое бы я не посетил, я не услышал. А вот такой вот секретный... На Аболоне вы были тоже, да? Тоже был, конечно. Такая набережная, шикарная. А, если брать вообще Киевский район, то я бы тогда посетил бы еще Пирогово, например, вы там были, наверное, где-то, да? Нет, там не был. Ну, это там, где музеи под открытым небом были. Вот что касается музеев, я вообще считаю, что Киев – это город музеев. И мне кажется, дети, в отличие от наших, все наши дети мечтают стать блогерами, например. Да, это точно. А в Киеве, мне кажется, каждый ребенок мечтает открыть свой личный музей. Вот какие музеи бы вы посоветовали посетить? Знаете, я больше предпочтения даю таким маленьким музеям. В Киеве есть уникальный маленький музей, который мне очень нравится. Например, тот же самый музей «Одной улицы на Подоле». Так. Музей Булгакова, например. Прекрасно. Музей воды, если вы там не были еще. Музей воды. Вот это очень хороший музей, кстати. То есть все, из чего можно хоть немножечко заработать? Ну, оно очень уникальное тем, что там находится, ну, наверное, впервые спускаясь как бы в канализацию, грубо говоря, да? И смотришь там все истории, как создавалась канализация, что такое вода, как она используется в других местах и так далее. Понятное дело, что Украина – это не только Киев, это и прекрасный Львов, в который с удовольствием ездят белорусские туристы. Но мне кажется, об этом стоит поговорить чуть-чуть позже. А сейчас мы дадим такую расширенную линейку фактов об Украине. Где больше всего чернозема? В Украине. Тут даже сомневаться нечего. Из всех мировых запасов плодородных черных грунтов четвертая часть находится здесь. Отсюда урожайность звания «житницы Европы». Говорят, что во время Второй мировой немцы даже вывозили украинский чернозем к себе на родину. В далеком 1814 году именно украинец Петр Прокопович придумал рамочный улей и смастерил его. А затем пошло-поехало. Удобные домики для пчел прижились по всей планете. А еще Украина входит в тройку мировых лидеров по производству меда. Станция метро «Арсенальная», которая находится в Киеве, самая глубокая в мире – 105 метров. Она была построена в 1960 году одной из первых возле Дома парламента. Поговариваю, что там есть подземные тайники для политических лидеров. Украинцы любят сало и постоянно его едят. Это уже давно стало стереотипом. Хотя статистика совсем не подтверждает этого. В год на одного жителя страны приходится 18 килограмм свинины. А, к примеру, на немца – 54 килограмма. Кроме того, за 10 лет поголовье свиней в Украине сократилось с 19,5 до 8,5 миллионов голов. И кто после этого салоеды. Мы все готовимся к пасхальному столу. Естественно, программа «На наш вкус» не исключение. Некоторые приятные советы для хозяек. Я с удовольствием представляю вам масло камака. Масло камака отлично подойдет для заправки салатов. Главная особенность масла – уникальная очистка белой глиной. Без запаха – идеальный вкус. Ну, а мы можем продолжать готовить нашу пасху. Да, мы начинаем теперь смешивать все другие ингредиенты. Собственно, мы базу подготовили. Орешки, орешки когда? Нет, сначала мы, наверное, будем… А, сначала яйца? Да, ну, все яйца. А вы можете пока взять и бить орешки, если хотите. Каждого орешка сюда заворачиваете и бьете. Если кто-то хочет, может с огромным удовольствием кататься на лыжах в Буковеле. Правильно? Да, конечно. Если вдруг кто-то дождется лето, пожалуйста, пляжи, горы, все что угодно. А вот насколько сами украинцы пользуются собственными курортами? Или по такой хорошей славянской традиции отправляются в Турцию да в Египт? Знаете, я скажу про себя, может быть, да? Да, конечно. Человек, который, в общем-то, большую часть славянской жизни провел за рубежом. Вы назначали, да? Но, тем не менее, я люблю путешествовать по Украине со своей семьей. И для меня личным открытием было посещение Карпат. Но летом, не зимой. Кроме того, что есть прекрасные такие места, как озеро Синевир, которое всем известно, наверное, здесь. Это вот эта песня, которая, да? Есть еще уникальная возможность забраться на самую высокую вершину Карпат украинских. Это гора Гаверла, которая выселена 2056 метров. Два километра выше, там это самое высокое. У нас восхождения такие были популярные. Там такая тропа идет, как будто по хайвее идешь уже. Но, тем не менее, это очень интересно на себя испытать. А еще можно спуститься в другой стороне, где начинается река Чаремаш, или называют его так за Карпати. Тиса, это то, что река называется. Она там берет свои истоки возле этой горы. Поэтому можно поехать туда и посмотреть. Тем, кто только что подключился, я объясню, что хайвей в переводе с украинского обозначает шлях. Широкий причем. Широкий шлях. Еще мельче, смотрите, как. Крошить. А ну-ка. Ну, это куски получаются. Прям вообще. Молоток такой, слушайте. Вот так вот оно прям. Дай-ка сейчас вот это. Как наше. Сегодня... С ней с инструментом надо быть, знаешь? Нет, так у нас есть измельчитель. Вы же сказали, что молоток лучше. Тут же... Нет, молоток... Кто же может поспорить с настоящим украинским казаком? Никто. Понимаете? Эй, знаешь, это... Молотком лучше, надежнее. Я же выяснил, что я танкистом был здесь, да? Нет. Я же в армии был лучше, служил здесь. Вот как раз танки... И только сейчас мы это выясняем. Ну, рассказывайте. Я люблю тяжелый инструмент, понимаешь? Механик-водитель и так далее. Или как нас называли здесь, мазута. Поэтому... Так. Так, ну в любом случае, можно сыпать уже, да. Все туда, да? Да, давайте сюда все сыпем, да, чтобы не было. Как у нас конструктивно получилось, да? Да, все готово сейчас. Треснуло в нужном месте, что называется. Вот я недавно узнал, что город Львов был основан королем Данилы. Дагалицким. Дагалицким, да. И подарен своему сыну Льву. То есть я так понимаю, что в Украине с обыкновенной открыткой на день рождения не ходят, да? В нашей семье, например, мы привыкли от детей получать подарки, которые сделаны своими руками. Вот. И это, наверное, самое главное. Потому что можно пойти на почту, купить подарок. И когда мы детей к этому приучали, в общем-то оно пошло и в других школах пошло как бы так. То есть дело зависит прежде всего от того, даже не от традиции, наверное, от воспитания, не знаю чего, восприятия того, как мы делаем, да? Семейные традиции – это, конечно, хорошо. А вот о народных традициях Украины расскажет моя коллега Катерина Алисеевич. Доброе светлое утро и еще раз с праздником. Главный атрибут украинской культуры – это, конечно же, вышивка. Причем к Пасхе готовятся особенно и создают удивительной красоты рушники и салфетки. Как те, например, что у нас сегодня в студии созданы руками украинских мастерейц. Надежда Немко и Ольги Сухаренко. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, почему всегда пасхальная корзинка украшена свечой и рушником? Что это за традиция? Рушник – это один из главных атрибутов украинской культуры. Это оберег, это талисман украинского народа, каждой семьи. И там есть определенные требования, которые всегда вышивает хозяйка. А давайте тогда ближе к требованиям как раз-таки сразу и подойдем. Вот какие ткани, какие цвета, какие орнаменты используют именно в пасхальных рушниках? В первой – это должно быть с натуральной тканью. Это может быть хлопок, это лен. Раньше, конечно, это были домотканные ткани. Нитки тоже должны быть натуральные. Основные цвета – это красный и черный, который символизирует любовь. А черный – это грусть, это потусторонний мир. Но в современном мире обогащается количество цветов. Например, вплетается уже такой цвет, как зеленый. Зеленый – это символ весны, символ молодости. Желтый – это небесный огонь. И золото, да? Да, золотистый. А голубой, синий цвет – это чистоты и душевного спокойствия. А что обязательно должно изображено быть на этом рушнике? Так как этот рушник, он идет тематический, на нем может быть вышла Пасха, яйца, обязательно свеча и буквы «Христос воскрес». Центральная часть рушника или салфетки должна быть свободной, она предназначена для Бога. Но вот есть и другой вариант, да? Да, есть вот и другой вариант. На пасхальной молитве, которая происходит в ночь на Пасху, да, люди приходят в церковь с корзинкой, куда кладут вино, Пасхи, яйца. И обязательно корзина накрывается вот таким вот рушничком. Я вообще перед нашей съемкой внимательно рассмотрела все, что вы принесли, всю эту красоту. Обратила внимание, что где-то вот есть растительные мотивы, лепестки, цветы, где-то сплошная геометрия. С чем это вообще связано? Каждый регион Украины имеет свои традиции, имеет свои орнаменты. Вот если обратить внимание, здесь у нас больше геометрические узоры, это западная Украина. Например, хочется мне сказать, что большим символом украинской культуры и вышивки является скатить. Вот когда уже возвращаются с церкви со службы, стол застилается праздничной скатертью. Если вы обратите внимание, здесь геометрический узор идет по периметру, он тоже символизирует единство семьи, единство рода. Это западный регион, да, для него характерно. А я так понимаю, что, Ольга, вы из центрального региона, да, и это как раз-таки растительные мотивы вашей истории. Да, растительные, вот это рушники нашего рода, вот эти вот родины наши. То есть им даже не один десяток лет? Им нету под 70-80 лет этим рушникам. Вот розы и лилии, они обозначают символ девичьей чистоты и красы. Калина – это символ любви. Если взять дуб, то дуб – это крепкая семья и долговечность символизирует. Маки, вот маки – это символ чистоты и молодости. Потрясающее у вас занятие. Спасибо большое, что встретились с нами это утро. Друзья, мы продолжим беседу, праздновать Пасху, но через несколько минут. Не переключайтесь. Здравствуйте. Если вы готовитесь к пасхальному обеду, то прислушайтесь к нам. Лучше всего тренироваться в кулинарной школе Тартен Кухня. Именно здесь есть все необходимое для ваших кулинарных экспериментов. Ну что ж, мы фактически уже залили пасху. Мы подготовили предварительно форму. Мы вкладываем пергаментную бумагу, чтобы она не пригорала у нас. И для того, чтобы у нас еще лучше что-то получилось, мы все-таки немножко, я думаю, должны смазать вот этим… Намажем маслом. Намажем масло, чтобы оно потом не припекалось. Океан Эльзы, Тина Кароль, Сергей Бабкин, даже белорус Серега, и тот начинал, можно сказать, из Украины. Вот такое количество талантов. Да что уж тут скрывать. Даже в этом году от Беларуси поедет украинец. Как вы объясните такое количество певцов, музыкально одаренных, композиторов? Так вышло, что мы одна из самых, как говорят, спевучих наций, да? Вот я и ждал, что у нас сегодня будут песни в течение приготовления. Я не знаю, действительно, я, наверное, столько артистов украинских не видел в других городах, сколько здесь уже увидел. И Тина Кароль, правильно вы сказали, и Водоплясовы были. Все здесь. Все здесь. Ну, наверное, близость к культурам дает свое, во-первых. И второе, наверное, это понимание. То, что у нас культуры близки, языки все понимают, и поэтому восприятие идет, ну, как свое. Поэтому я лично такого большого различия не вижу. Когда я голосовал за ваш нави-бэнд, это когда было тоже, мы... Украина дала больше всех, 12 баллов. Да, это очень приятно. Есть еще один герой, который связывает Беларусь и Украину. Да их много героев. Тарас Бульба. С одной стороны вроде бы Тарас, а с другой стороны... Бульба. Бульба. Вот. Насколько сильна культура настоящих украинских казаков? Ну, вы знаете, я скажу так, прежде чем сказать об этом, я, наверное, должен сказать еще об одном очень интересном факте в нашей истории. О другом казаке. Более того, не казаке, а Гетмане Украины, который родился здесь. Так. Имя? В селе Косута. И это Гетман Пилипорлык. Пилипорлык – это Гетман, первый автор Конституции Украинской, вообще первая Конституция Европейская. Он родился в селе Косута, Вилейского района. И вот в этом году мы очень много мероприятий проводили, в том числе я недавно был на историческом факультете БГУ. Целая конференция была посвящена именно этому человеку. Ну что ж, можем отправлять, я думаю, да? Да, можем отправлять, да. О! Поднагрелось. Все. Ну, а сегодня... И все же. Да. Украинские казаки, насколько они реальны? Насколько они не перестали быть вот теми настоящими защитниками, воинами, певцами, танцорами? Не, ну это традиции живут. Очевидно, что вы поете «Любый край», это казаки, это везде. Кстати, у нас есть идея здесь тоже организовать такие дни культуры. И в Минске, и в Буе. Я уверен, придет целая площадь. Первое, что мы делаем, это, конечно, хотим пригласить именно танцевальный коллектив, именно народный, так сказать, коллектив. Ну, и очевидно, что визитной карточкой любого коллектива из знаменитых гопак, которые, в общем-то, все любят смотреть, на них все могут танцевать, пытаются повторить элементы. Не у всех просто есть шаровары достаточно ширины, знаете. Да, да, и гибкости такой, знаете, тренировки такой. Но, тем не менее, знаете, меня часто спрашивают, а что главное для украинца? Вот. Я нахожу только один ответ – воля. Вот эта воля казацкая, которая с тех временем пошла, наверное, и делана с такими немножко непонятными, немножко где-то непредсказуемыми, скажем так, бунтарями, если хотите, каким-то. Это наш стиль, это наш дух, это наша воля. Я слышал удивительную теорию, что древние арии, на самом деле, своей родиной считают ту территорию, которая сейчас называется Украина. И говорят, что индийский космонавт, когда впервые взлетел на орбиту, пролетая над Украиной, сказал «передаю привет своей прародине». Правда это? Слыхали ли вы такие? Я такого не слыхал, но всякого много слышал. Такого я не слышал. Ну, по крайней мере, на индийском и на украинском площадь все-таки одинаково звучит Майдан. Да, Майдан, да. Так что, мне кажется, стоит покопаться в фактах об Украине, что мы, собственно, сейчас и сделаем. На конкурсе «Красоты языков Парижа» в 1934 году украинский язык занял третье место после французского и персидского по таким критериям, как фонетика, лексика, фразеология и структура предложений. А по мелодичности украинский язык занял второе место после итальянского. Если бы во Франции была такая женщина, как Катерина Белокур, мы бы заставили весь мир говорить о ней, сказал великий испанец Пабло Пикассо об украинской художнице. Ее полотна со сказочными цветами покорили весь мир, а Пикассо увидел картины Белокур в 1954 году на выставке в Париже. Украина подарила миру самый длинный народный духовой музыкальный инструмент – тримбиту. Внешне это трехметровая трубка. Еще наловчиться надо, чтобы сыграть на ней. Но если тримбита запоет, ее голос раздается на 5-10 километров. Символ Рождества во всем мире – украинская песня «Щедрик». Музыку написал Николай Леонтович. У текста было несколько редакций, последняя – 1919 года. На английский язык «Щедрик» перевели в 1936-м, назвав «Carol of the Brothers». Мы продолжаем наше праздничное пасхальное утро. И я с огромным удовольствием сообщаю, что майонез столичный от Камака – это праздничный майонез номер один в Беларуси. Он идеален для пасхального стола. Он обладает ровной консистенцией и идеально сбалансированным вкусом. И гарантирует стопроцентно вкусный результат. Что у нас дальше? Ну, дальше мы, наверное, будем украшать немножко наши пасхи. Как видно, они получились у нас. По-разному украшают это дело. Но еще здесь традиции писать, допустим, букву «Х» и «В». «Х» – это получается буква «Х». Это «Христос». Чтобы было написано буква «Х». «Христос воскрес». Это буква «В». Вот так отстаётся. Кто точки ставит, кто не та. Похоже, не похоже. Всяком случае, мы пытались это сделать. Да, по крайней мере. Или можно по кругу и тут, и тут. Чтобы красивее было. Ну, а дальше уже, Воль, говорится, как хотите, так и делайте. Ну, еще одна пасхальная традиция. Да, и тут надо уже действительно, говоришь, шбыться. Так, ну, давайте так. Только тем или тем, чтобы… Ну, начали. Толстым-толстым, да? Да, толстым-толстым, толстым-толстым. Ой, все, я проиграл. А у нас еще обязательно перевернуть. У нас всегда есть шанс. Давайте. И… Теперь вы проиграли. Вот, видите, один-один. Один-один ничья. Победила дружба. Да. Вообще, я предлагаю внести вот это сражение на вареных яйцах в список олимпийских дисциплин. Знаете, я вот еще… Источная Европа будет с удовольствием в это играть. О, именно. Давайте, знаете, внесем хотя бы эти олимпийские игры европейские, которые будут здесь в Минске. Кстати, они мусульманам не очень подходят. А нам, как раз, европейцам, вот это… Она с хлебом не корми, дай яйцами побиться. Дай поиграть, яйцами побиться. Это у нас традиция. Потому что на олимпиаде 19-го года здесь, в европейских играх, это нужно предложить будет. Заметано. Ну что, под зычную украинскую песню… Я бы, девочки, от центра, наверное, встуки делал тогда где-то как-то, давайте все-таки попробуем от центра. Ваша. Потому что здесь она, в общем-то, больше похоже, как у нас вторая запеканка. Да. Где у нас есть тарелочки-то есть, да? Да, вот. Вот, я вытаскиваю сюда первую часть. Значит, опять-таки, это просто ставится. Есть. Вот так на бачок. Вторая. Хорошо. Ну, там кто-то хоть попробовать еще, там подойдет. Не опасаясь того, еще раз говорю, что уже запеканка фактически готовая. Ну, вы видели, сколько она должна была быть. У нас получается, что на вкус и цвет товара еще нет, поэтому что там, ну, во всяком случае, это классическое, если брать. Оно похоже по вкусу на запеканку. Только как он еще на ужин там. Идеально. Тут просто... Хороший можно. Идеально. И чтобы нам до конца уже быть, так сказать, соответствовать времени, традициям и сегодняшнему дню, то мы хотели бы тоже, так сказать, без рекламы. То, что горлышко торчит, это потом уже. Но это традиционно тоже подается все на стол. Значит, хочу... Можем вот так вот, да? Да, такая корзиночка. Ну, знаете, это называется кошек по-украински, да? Компот прикроют, да. И в кошеке постоянно что-то вложили. Яйца вот все оттуда было. Ну, и наш традиционный подарочек, это такое яйцо. Сколько вы не били бы этим яйцом, никогда не победите. Что, дубовое? Ну, почти что. Это традиционно. Любое яйцо, которое здесь стоит, там будет побито. Это нам, от ваш... Вам, в вашей программе от нашего посольства. С хорошими воспоминаниями. Конфеты и все такие сладости для вашей команды. Спасибо огромное. И для того, чтобы это утро по-настоящему стало украинским, широким, зычным, пусть прозвучит песня. Ты была нежна, як сон, и залишала зимною, Як ледь помитный туман, шок вид и палит росою. Аж тепли крапли дощу, где загубилися в небе. Без них не может земля, так, как и я. Больше не могу без тебя. Больше не могу без тебя. Ты не боялась вогню и учила видеть место. Так небо, дыма на всеку. Так небо, дыма на всеку. Так небо, дыма на всеку. Насила светле нам тесто. Больше не могу без тебя. Больше не могу без тебя. Субтитры создавал DimaTorzok И так по одному лякаешь. А теплые капли дощу З'явились в летнем небе. Без них не может земля. Бачишь, а я більше не можу без тебе. Больше не можу без тебе. Зусі не можу без тебе. Больше не можу без тебе. Больше не можу без тебе. Больше не можу без тебе. Продолжение следует...